Я никогда не буду и пытаюсь это не делать, потому что я терпелся унижать людей. Я никогда не буду делать, надеюсь, скучные спектакли. И я никогда не уеду боюсь из этой страны. Я жалею про какие-то потерянные годы, про долгий процесс своего становления, какого-то и жизненного, и профессионального. И я иногда боюсь, что какие-то вещи ко мне пришли слишком поздно, и я не успею их оценить в этой жизни. В несформовании, но там что-то будет варьироваться. Я боюсь, что по примеру этого года, опять же, нахапать очень много всего, а потом главное это смочь сделать. То есть не умереть, а жадность все-таки работает. То есть, поскольку работы у меня, опять же, о страхах, я всю жизнь боялся остаться без работы, я теперь пытаюсь часто ни от чего не отказываться. Оно становится все больше и больше, и я думаю, что такое меня завалит. Гроши – это не та штука, которая в театре слишком велика, поэтому это скорее жадность успеть все. И попробовать там, 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 и жадность, скорее всего, рабочая. Она по-своему хороша, но тем не менее, это тоже надо выгибать. Когда-то один из... Ну, это не значит, что я туда хожу постоянно, так получилось. То есть, общался с психоаналитиком, он мне сказал, что у вас абсолютно счастливая профессия. Вы же можете всю свою боль сублимировать постоянно, поэтому можете оставаться в жизни спокойным. Это вам есть куда это все выбрасывать. То есть, все выставы Максима Голенко – это не поставленные диагнозы психотерапевта, так? Нет, я просто перед этим сказал, что это, ну, это прозвучало красиво. Вот, это и какие-то мои фантазии, и какие-то истории, которые мне хотелось бы поделиться. Ну, и страхи, конечно. Я очень ценю, когда какое-то сотворчество с актером, вот, и я очень люблю, когда актер работает вместе со мной, когда он придумывает, предлагает, когда это какой-то процесс. Иногда это бывает, и вот почему я в диком отчасти, потому что в диком этого не бывает практически, вот, когда ты тащишь людей за собой, а кто-то, скажем так, иждивеничает. Вот, я люблю в актере процесс сотворчества, честство, я выговорю в этом. Вот, больше всего не люблю, и то, что вот сейчас, например, происходит на репетиции, из-за чего я нервничаю, это, скажем так, необязательность какую-то, и, как это ни звучит, но недисциплинированность и наплевательское отношение к коллегам. А ты мстива людина? Нет, я не мстива, людина я очень мягкий, но вот, если у меня, скажем так, переполняется чаша моего терпения, то она переполняется раз и не всегда в этой жизни. Да, вот, несколько премьер подряд было, и я без перерыва как-то выпустил премьеру и приехал сразу на репетицию. И вот, несмотря на то, что все как обычно, вроде, я вдруг физически плохо себя почувствовал, понял, что вот это все, и даже радовался, когда там что-то перенеслось, не было возможности отдохнуть. Ну, театром все-таки нужно заниматься реально в удовольствии, и это не должен быть бесконечный шизофренический труд все-таки. Ну, опять же, я поэтому говорю, что в этом году я, наверное, буду дозировать. Может быть, из-за того, что я не сваливаю, не знаю, опять же, какие-то страхи, я боюсь там пространства себе не найти, мне остается приспосабливаться к этому пространству, в котором я живу. А то, что это сделается, естественно, меня не устраивает, как любого нормального человека. А как-то и о чем-то что-то делать я могу только благодаря своей работе. Вот и все. Ты веришь в своего театра, что им что-то сможет изменить, или нет? Я, с одной стороны, верю, потому что это единственное, что подхлёстывает, а с другой стороны, я часто понимаю, что это иллюзия, конечно. Потому что, ну, это, ну, по крайней мере, меня это очень греет, эта иллюзия. Звідки ты черпаешь стільки вражень и боли на кожну выставу, запитують у нас? Ах ты, господи, ну, из-за того, что окружают, я не знаю, я еще не все доношу, из-за того, что некоторые вещи я вообще не могу видеть, там столько боли, и даже для меня это переизбыток. Вот по-разному. Иногда чувствую, что, ну, пришло время, сколько этого материала, и до такой степени свеж, актуален, что просто грех его не делать. Вот у меня с Анаидой, например, вообще-то это болезненная была история. И она была настолько вовремя, и было понимание того, что если полгода еще опоздать, его не поставить, то этот текст до такой степени астросоциальный, он начнет терять, скажем так, одно из своих главных ценностей. И поэтому мне его просто аж истерически надо было поставить, и к моему ужасу я понимал, что иди ко мне, я не могу это сделать, потому что это слишком глобальный проект. Вот, и поэтому вот я тогда директора Одесского театра добился и счастлив, что она пошла на это вообще. Сан, давайте по-честному, дольше всего я ставил ВИ, на самом деле, мы делали его 8 месяцев, но делали это мы его с не, скажем так, не актерами на то время, это потом часть из них стала актерами, вот, это было в рамках театральной студии, вот, и это было там 2-3 раза в неделю. Ну, так да. А так 2 месяца это максимум, это нормальные сроки, и больше, мне кажется, работ не надо. Так что в этом сейчас, пусть не рассказывают о могучую силу Великого Русского театра, вот, сроки сейчас короткие, все, кто, я думаю, что кто утверждает обратно, к сожалению, это профанация. Есть тексты, которые надо ставить срочно, пока они попадают, скажем так, в свое время. Есть некоторые тексты, например, которые у меня отложиваются по 10-15 лет, вот, например, я очень люблю ставить классики, да, я люблю это делать, вот, и что-то у меня вот лежит аж с 90-х годов, и вот в какие-то моменты я понимаю, что вот сейчас я там дозрел это сделать, вот, ну, есть и такой вариант. Но чаще всего я вижу тексты, и понимаю, что надо срочно его, это особенно, конечно, современная драматургия, это касается в первую очередь. Макс, еще были в тебе тексти, чи проекти, которые ты не доробил, которые ты не выпустил? Да, я тоже нормальный человек, все это, я, конечно, убиваюсь на это. Вот, например, Китсюня, первый вариант, который мы делали, мы его не доделали. Вот, то есть, и остановились на полдороге, может быть, это и хорошо, что-то из наработок тех вошло сюда, по крайней мере, тоже оно отближалось, все это. Еще отдельная история, это спектакли, которые я делал, и которые по каким-то причинам, независящим от меня, не вышли. Например, абсолютно трагическая история была с текстом «Зернохранилище» Наташи Ворожбит, который я очень мечтал сделать, и который мне, например, просто из-за идиотизма руководства театра, этот текст, полностью поставленный спектакль, не выпустили. Ну, для меня это абсолютно трагичная история. Ну, и пару раз таки, да, такое было. А по своей воле я прекращаю репетиции крайне редко. Да, я поменялся, у меня большая радость, я могу, наконец, заниматься своей работой полноценно, зарабатывать этим деньги. Я не должен идти туда, куда мне не хочется, и делать то, что я не люблю. А взагалі думав, кем бы мог бути, як бы, наржесел? У меня масса вариантов было в детстве, ну, так будет, что с 13 лет я в театре, но до 13 лет, по крайней мере, пара вариантов у меня была. Слушай, ты в зоопарке працював, да? Да, я работал в зоопарке, я был юнатом, собирался стать зоологом и прочее. Ну, и какой-то, да, и, конечно, есть факт меня не дадут. Ну, я пытаюсь об этом не думать, потому что иногда такие ужасы до меня доходят. То есть, понятно, что в украинском театре нужен инфантириблик какой-то. Вот, мне не всегда уютно занимать это место, какие-то ужасы, которые мне рассказывают. Про тебя самому? Про тебя, да, как пугают детей в некоторых театрах. Моя фамилия, конечно, отчасти развлекает, но я недоумеваю почему-то. Продолжение следует...